Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина. Сегодня будем читать 13 главу этой книги. Она начинается словами, когда Иисус состарился, вошел в лета преклонное, тогда Господь сказал ему, ты состарился, вошел в лета преклонное, а земли брать в наследие осталось еще очень много. Надо сказать, что для пророка и руководителя народа Божия того времени преклонный возраст сам по себе не мог быть поводом, позволяющим сослаться на усталость и оставить незавершенные дела в будущем поколении. Так, например, о Моисее сказано. «Сто двадцать лет не потускнел глаз его, а не ушла свежесть его». Это второзаконие, тридцать четвертая глава, седьмой стих. Только повеление свыше могло реально как-то подвести итог жизнедеятельности того или иного человека. Как и в Писании сказано, что и в старости своей они будут свежи. Это имеются в виду праведные и благочестивые люди. Впрочем, и старческая немощь является особым Божьим благословением, потому что в немощи старческой притупляются все страсти, и человек, освобожденный от них, готовится к переходу в иной мир в более бесстрастном, то есть цельном с точки зрения праведности состоянии. Поэтому Господь решал, когда человек должен покинуть этот мир, а не природа возраста, которая могла какие-то там отпечатки накладывать на человека. Но если Господь поддерживает старца, он и в старости будет, как в юности. И Господь говорит, ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие осталось еще очень много. Мы об этом говорили, что целиком земли не были освобождены, но в то же время сказано, что Господь поручил ему, то он сделал. То есть Господь полагает каждому предел того, что он успеет сделать. А Божье повеление завоевать всю землю, оно будет распространяться на другие поколения, которые придут после него. Далее Господь говорит, остается сия земля. Все округи филистимские и вся земля гесурская и хананейская от Сихора, что пред Египтом, до пределов Экрона к северу, считаются ханаанскими пять владельцев филистимских. Гааский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Экронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары, Сидонской до Афека, до пределов Амарейских. Также филистимлянская земля, Гевла и весь Ливан к востоку Солнца от Ваалгада, что подле горы Ермона, до входа в Евмаф. С филистимлянами будут продолжать борьбу судьи еврейского народа. Первый еврейский царь Саул, он будет вести эти войны. И успешно закончит эти войны царь Давид. Когда целиком будет одержана победа над филистимлянами, и никто уже не сможет длительное время противостоять Божьему народу. «Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех седонян, говорит Господь, я изгоню от лица сынов Израилевых». То есть не только люди будут одерживать победы, но и Господь, как некий витязь-воин, будет принимать в этом участие. Мы уже сталкивались с тем в этой книге, когда Господь повелел ангелам, и они камни бросали с неба, и они падали на Хананьян во время битвы евреев с ними. «Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех седонян, я изгоню от лица сынов Израилевых, раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе, раздели землю сию в удел девяти коленом и половине колена Монасина от Иордана до моря Великого к западу, отдай ее им, Великое море будет пределом». Если Моисей разделил землю для двух колен и полуколена Монасина за Иорданом, перед Святой Землею, то миссия Иисуса Новина разделить всю землю, как завоеванную, так и ту, которую не успели завоевать, между девятью оставшимися коленами и полуколена Монасина. Получается так, что колено Монасина оказалось немножко разделенным. И далее говорится о разделе Заярдания, то, что еще Моисей делал. «А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Монасина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку солнца, как дал им Моисей раб Господень, от Роэра, который на берегу потока Арнон, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона, также все города Сигона царя Морейского, который царствовал в Исифоне до пределов Аммонитских». Также Галаат и область Гесурскую, и Маахскую, и всю гору Ирмон, и весь Вассан до Салхи, все царство Ога Вассанского, который царствовал в Асторофе, и в Эдрее. Он оставался один из рафаимов, то есть один из великанов, которых Моисей поразил и прогнал, имеется в виду в Зайордании. «Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи, и Хананеев, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня, только колену Левину не дал он удела, жертвуя Господа Бога Израилева, сутью дел его, как сказал ему Господь». Вот здесь сказано, вот такие-то, такие-то живут до сего дня. Вот это свидетельство о том, что эта книга была написана до времен царя Давида, который закрыл вопрос с другими племенами. То есть она относится к очень древним временам. Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Маавских, за Иорданом, напротив Иерихона. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей, пределом их был Ароэр, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Эсефон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамов Ваал, и Бев Ваал Меон, Иаац, Кедемов, и Мефаав, Кириафаим, Сифма, и Цереф Шахар на горе Эмек, Бев Фегор, и места при подошве Фаски и Бев и Ешемов. И все города на равнине, и все царство Сигона, царя Марийского, который царствовал в Эсефоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Эвия, Ракема, Ицура, Ихура, Реву, князей Сигоновых, живших в земле той, также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилевы мечом в числе убитых ими. Это тот самый Валаам, который хотел проклясть еврейский народ, но на самом деле благословил их. А почему же он был убит? Потому что Бог судит намерение. Он за деньги хотел проклясть еврейский народ, Божий народ. А Господь ему этого не попустил, его же устами благословил этот народ. Поэтому это не его заслуга, благословение, потому что его ослица тоже говорила человеческим голосом. Это не ее природная возможность, это то, как делает Бог. Кстати, Валаам очень похож на свою ослицу в этом смысле. Он называется пророком, но это как говорящая ослица, казалось бы, противоположные вещи, так и языческий пророк, это что-то непонятное, как говорящая ослица. Пределом сынов Рувимовых был Иордан, вот удел сынов Рувимовых по племенам их, городам и села их. Дальше говорится, что было дано племени Гадову, это с 24 по 28 стих, и далее говорится о том, что было дано половине племени Монасина за Иорданом, это с 29 по 33 стих, и в самом конце повторяется, но колену Левину Моисея не дал удела, Господь Бог Израилев, сам есть удел их, как он говорил им. То есть нам, священникам, удел дается какой? Вот Слово Божие, которое мы должны проповедовать, это наш удел. И в Писании сказано, что от уст священника люди ищут закона Господа Бога Саваофа. И священник должен преподавать закон, насколько хватает его сил. Это наш удел, это наше служение. И совершать святую Евхаристию. Древние жертвоприношения, они символически указывали на Евхаристию. И считалось, что если какой-то день не принесут жертву Богу, то этот день может опрокинуть весь мир. Поэтому, если на земле прекратится совершение Евхаристии, то это определяет конец мира. Потому что Христос сам сказал, «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». это как бы предел мира, прекращение Евхаристии. Поэтому даже во времена эпидемии священнослужители, во времена Мора, когда они не могли служить в храмах, они служили в своих кельях, они служили в закрытых храмах, потому что без этой жертвы, без этой службы, мир как бы теряет свой смысл и свое назначение. Потому что святые дары, они освящают этот мир, предохраняют его от разложения, от окончательной гибели, как соль она соляет любой продукт и тоже предохраняет от гниения. Поэтому Христос называет своих учеников «вы соль мира» в том смысле, что они будут совершать Евхаристию, и они будут распространять Слово Божие, то есть совершать те действия, которые предохраняют мир от окончательной гибели. Итак, сегодня мы кончили изучение 13-й главы. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 14-ю главу этой книги. Все-таки это благословение Божие, что даже во времена эпидемии мы можем общаться с вами через средства массовой информации. И такая форма общения, она тоже для нас дорога. Но не всегда так будет. В книге про Камоса говорится о том, что однажды все это прекратится. Все религиозные проповеди их сольют в Ютубе. Уже была попытка нападения на сайт Экзегет, когда слили буквально все. Но сейчас мы восстанавливаем то, что сохранено было в архиве. И в книге Камоса сказано, люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие и не найдут. Поэтому дорожите возможностью исследовать Писание. Я обратил внимание на такую, на мой взгляд, печальную тенденцию, что если мы публикуем библейский цикл бесед, его почему-то не так активно прослушивают, чем нежели мы вывешиваем материал о каком-то празднике. А о чем это говорит? К праздникам повышенный интерес. У кого? У праздничных христиан, которые вспоминают о своей вере только во время каких-то праздников. А мы должны вникать в суть библейского откровения, потому что вся Библия от начала до конца — это Господнее руководство к действию. И вот об этом надо помнить и не забывать. Спасибо вас, Христос! Берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!